Глотай и не думай. Нас закармливают лекарствами, накачивают опасными вакцинами, подсаживают на ненужные таблетки до тех пор, пока мы способны платить. Как наши врачи превратились в расчетливых торговцев? Пора раскрыть этот заговор против здоровых. Лекарства. История всероссийского обмана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы узнаем, какой путь проходят лекарства внутри нашего организма. А также разберемся, как нас заставляют лечиться совсем не тем, что нужно, а тем, что выгодно чиновникам и бизнесменам от медицины. Кто и зачем подсадил Россию на таблетки? Сегодня мы раскроем тайны заговора против здоровых. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто посадил Россию на таблетки? Как аптечные сети заставляют нас платить втридорога? АПЛОДИСМЕНТЫ Дешевой группой препаратов не было вообще. Почему запрещенные за границей лекарства свободно продаются в российских аптеках? Сознательно гробятся люди. И какие из них опасны для здоровья? Мы страна наркоманов. Кто такие медрепы? Это залог здоровья вашего ребенка. И как они заносят врачам и чиновникам? Суммы могут исчезаться миллионами рублей. Все неудобные вопросы мы зададим тем, кто отвечает за наше лекарство. Кто такие бумаги и за какие деньги вы даете? Врачам, депутатам Госдумы и хозяевам большой фармы. Спасите нас, наше здоровье, наши организмы. Мы вымрем в конце концов все! В последнее время нас часто пугают новыми смертельными болезнями. Коровьим бешенством, атипичной пневмонией, свинным гриппом. А между тем есть одно заболевание, о котором официальная медицина предпочитает помалкивать. А ведь каждый год от нее гибнут сотни тысяч человек. Природу ее вполне можно считать рукотворной, так называемой внутрибольничной инфекцией. Болезни, которые человек приобретает, поступив в медицинские учреждения. Статилококки, стриптококки. Как получилось, что наши больницы из храмов здоровья превратились в рассадники заразы в нашем первом расследовании? Они построились в ряд, словно у школы. Юные мамы, молодые, красивые, только выражение глаз грустное и серьезное. Потому что не школа эта, а прокуратура. Да и фотографии в мобильном не на добрую память, а в материалы уголовного дела. Это живая, а это то, что сделали. Грудь была, скажем так, здоровая третьего размера, да, когда она была больна, она была шестой. Каждый день это видишь в зеркало, вот ты в ванной, ты каждый день приходишь принимать душ, раздеваешься, ты это видишь. И это не сегодня и завтра, а послезавтра это пройдет, это на всю жизнь. Да что там еда, отдых из-за границы. Молодых и красивых женщин болезнь лишила самой великой ценности. Девчонки все молодые, всем до 30 лет, еще можно и вторых, и третьих рожать, а говорят, что нельзя. Больше ста женщин лишились привычной жизни. Оказалось, у всех одна общая инфекция, которая вызывала нагноение груди. Но самое страшное, эта же инфекция захватила и детей. Ну вот такие мы красивые были. И ведь все это происходит в наши дни, 2009 год. Что же за чума прокатилась по обычному роддому в подмосковном Подольске? И почему ликвидировать последствия с телекамерами и громкими заявлениями, куда не устремились генералы от медицины и прочие высокопоставленные лица? Я-то ладно, я взрослый человек. Ай, вот это вот, за что все было, такую крошечку. Дело в том, что этот случай из тех, о которых предпочитают побыстрее забыть, как о дурном сне. И вот почему. Инфекция золотистой стафилококк – это внутрибольничная инфекция, и просто так не заразишься. Ключевое слово здесь не стафилококк и даже не золотистый, а внутрибольничная. То есть инфекция, гуляющая внутри больницы. Значит, вместо лечения мы рискуем заразиться и даже умереть. Новость для общества не слишком приятная. Вот нам ничего и не рассказывают. Это не вносится в диагноз, окончательный, да, не подлежит шифровке, даже если это послужило непосредственной причиной смерти. Не выносится в диагноз, даже если это было причиной смерти. То есть фактически человек умер от одного, а в документах будет написано другое. Можно историю болезни пациентов? Доктор медицинских наук, профессор крупнейшей в стране медакадемии имени Сеченова Сергей Яковлев. Из числа тех, кто не боится признавать, в больнице можно подхватить всё, что угодно. Вот пример. Один пациент пришёл с бронхитом. У него течение осложнилось присоединением к госпитальной пневмонии. А это 2009 год. Омск. Пострадавших 13 человек. Все они пришли с катаракты. Вроде несложная в наше время операция. Но вместо стопроцентного зрения все 13 ушли домой с синегнойной палочкой. Фактически ослеплено один глаз. А это Урал. Город Краснотурьинск. Погибли шестеро новорождённых младенцев, сразу после родов отправленные в реанимацию. Кто-то скажет, дело в бедности медицины. Но вот объективная реальность. Внутри больничной инфекции добираются даже до самых богатых. Япончик, как зима из организации преступного мира. Тоже было у нас в больнице? Человат, это умер. Это заявление едва ли не сенсация. Ведь нам говорили, япончик умер от огнестрельного ранения. Но добили его, оказывается, бактерии. Там, наверное, вопрос. Доставания денег на лечение не было. Но ничего не смогли сделать. Что ещё? Ельцин? Ельцин. Нет, Ельцин я знаю. У него несколько эпизодов внутри больничных инфекций было, когда он был ещё президентом. Что за бактерии забрались к президенту, видимо, гостайна. Но обстоятельства борьбы с вражеской флорой доктор Яковлев знает не по слухам. Ну, я это не могу говорить, потому что это врачебная тайна, но так по телефону со мной советовались. Каковы шансы заразиться простому смертному, подсчитали в США. Дорогие сограждане, два миллиона из вас в этом году заболеют ностомиальными инфекциями. Два миллиона заболевших – это в США. В России официальная цифра скромнее – всего 30 тысяч. Только не надо думать, что мы здоровее, просто скрытнее. В своём отчёте один заведующий отделением даёт, а другим не дают, к примеру. То в этой ситуации оказывается, что этот заведующий хуже других. Приходит санэпидстанция и начинает спрашивать, откуда это у вас назокомиальный сепсис взялся. Выходит, как правило, сепсис ничего не находит, а может плохо ищут. Это в любой больнице есть? Конечно, в любой больнице. В любой больнице, где есть пациенты. У нас в студии те самые героини нашего сюжета из Подольска, две мамы. Расскажите, пожалуйста, сейчас ваше дело какое имеет продолжение? Никакого фактически. То есть будет уже год скоро, у кого-то уже есть год после этого кошмара. То есть никаких результатов пока нет. Вы обращались куда-то? Обращались в прокуратуру неоднократно, девочки ходили. А реакция какая? Записывались на прием? Никакой. Врачи нас обвиняют, что мы пользовались одним молокоотсосом, нам такие вещи говорили, что чуть ли не один муж у нас у всех отсосывал грудь. То есть вот такой кошмар, такую грязь на нас лили. У нас в студии главный эпидемиолог Московской области Александр Миленин. Александр. Значит, эта ситуация известна. Разбирались там долго. Материалы переданы прокуратуру. Да, там выявлен ряд нарушений, которые привели к этой ситуации. К сожалению, да, вот этих случаев, то, что внутрибольничная инфекция в любом стационаре может быть однозначно, это уже ситуация та, которая вышла из-под контроля. Вот почему я и хотела привлечь внимание, что материально-техническая база действительно очень много играет. Поверьте, я возглавляла те больницы, которые были построены... То есть, по-моему, больницы грязные. Они не грязные. У них несоответствует действительно, допустим, воздухообменов, канализации, полов, окошек. Как можно вымыть, как след? Не работают душевые. Абсолютно правильно. Вы это сами наблюдали в водоле? А давайте возьмем, что у нас инфицирующие средства какие. Во многих больницах до сих пор знаменитая хлорка, да? А сейчас какие средства пошли? Посмотрите, в некоторых только центральных, федеральных клиниках у нас есть, например, перед операционными. Я очень упрощенно буду говорить. Сельце-антибактериальный коврик. Наступаешь на него, я так утребну, и вся инфекция остается на нем. Есть такие же для новорожденных белье специально. Во многих ли больницах у нас это существует? Нет, конечно. Слово представителю ФАС, между прочим, фармацевту по образованию. Тимофей Витальевич. Послушайте, очень важный вопрос касается следующего. У нас больницы, они просто так не работают. Это деятельность лицензируема. И у нас складывается такая ситуация, при которой, значит, лицензирующие органы, считают важным уделять просто гипертрофированное внимание, значит, к частным клиникам, при этом большинство, значит, клиник государственной и муниципальной собственности, по-моему, до сих пор у нас не отлицензированы. Это означает буквально следующее, да, что в этих клиниках может происходить все, что угодно. Что является причиной возникновения внутрибольничных инфекций? Дело в том, что как раз причиной возникновения внутрибольничных инфекций, это дело времени. В любой клинике существуют бактерии, которые изменяются в процессе того, что на них воздействуют различные дезинфицирующие средства. И, соответственно, бактерии меняются. И они становятся более активными, чем, допустим, те бактерии, которые окружают нас. Скажите, а уберечься можно как-то от внутрибольничных инфекций? Вы приходите, вы должны действительно определить сначала, внутрибольничная инфекция какая, так сказать, существует здесь. А здесь это может определиться... Нет, а как это сделать? Я что, спрашиваю у главврача, вот я сейчас к вам ложусь, скажите, пожалуйста, кто у вас здесь бегает? С пределокольки, с пределокольки? Вы думаете, он мне ответит? Ну, вам не ответят, да. Заходите, берете мазок, высеваете в чашечку Петри, помещаете в определенный термостат. Все это там буйным светом растет. Потом определяете... Вы сами делаете? Я, когда был студентом, делал это постоянно. На практике это практически невозможно. Можно поселиться, если у вас есть деньги, в отдельную палату, ее как следует обмыть. Я лежала в отдельной палате. И не выходить от... Я просто хотел бы добавить, что, конечно же, вся эта проблема, это наша расплата за желание жить в комфорте, за желание уберечься от всех возможных инфекций. Потому что мы наплодили такое количество антибиотиков, и мы нашпиговали нашу жизнь, и в особенности больниц с антибиотиками так, что бактерия, попавшая в эту больницу, в ходе своего знакомства с разными больными, с разными антибиотиками, она набирается опыта. В прямом смысле слова, ведь бактерии, как и люди, занимаются друг с другом сексом. Они передают друг другу кусочки ДНК. И если у одной бактерии появилось ДНК, которая кодирует белок, который разрушает, допустим, пенициллин, то через сутки все окружающие бактерии на пенициллин не только будут чихать, они его смогут даже есть. Павел Альбертович, если получается, причиной возникновения внутривобонечных инфекций, в общем и целом является прогресс. В общем и целом прогресс является прогресс человечества. Итак, выходит, что причиной всему антибиотики лекарства, которые были призваны нас спасти, неужели они нас же и погубят? У меня в руках карточка индивидуальной переносимости к антибиотикам. Вот, похоже на кредитную. Достаточно добавить сюда немного слюны, впрочем, мы еще расскажем, как она действует. А пока, что же такое антибиотики? Панацея или бактериологическое оружие? И правда ли, что они заполонили всю планету? Какие они у вас? По пять, но большие или по три, но маленькие? Хозяевам раков явно не до шуток. Да и людям в белых халатах, экспертам Росельхознадзора тоже. Ведь в раках для них значение имеет не размер, а внутреннее содержание. Раки, миги, устрицы, креветки, рыба, сыр, творог, молоко, ряженка, куры, говядина. Все они подозреваемые в связи с антибиотиками. И подозрения, увы, появились не на ровном месте. Вообще-то, сами исследуемые образцы поступают в лабораторию в обезличенном виде. Вот обратите внимание, сейф-пакеты, на них стоят только номера. О том, что внутри, можно догадываться. Здесь, похоже, сыр. Здесь молоко. Это яйца. А вот окорочок. Проверку на антибиотики в еде мы начали почти год назад в программе мяса. Тогда в явных лидерах были куры. Вот во всех этих курах, неважно откуда они, отечественные, импортные, вкус немножко, но антибиотики есть всегда. Да, конечно. Это, в общем-то, оплата за то, что мы можем их производить в большом количестве. И вот теперь проверку проходит ещё десяток разновидностей еды. Результаты молоко и мяса из первого встречного супермаркета тест грубо провалили. Пробы эти по содержанию антибиотиков не соответствуют российским требованиям безопасности. Не соответствуют нормам, значит, доля антибиотиков в молоке и мясе зашкаливает. А в тех же раках, например, нормы не превышены. Но это не значит, что под их панцирем вообще ничего нет. Если честно, то в мясе во всём. Но, говорите, я это не имею права. Ну что, приступим? Давайте. Если говорить об этом нельзя, но везде они есть, так можно ли это есть? Если это можно? Да, конечно. Сегодня на трапезу с участием вездесущего антибиотика мы пригласили директора Института антибиотиков Ивана Василенко. С точки зрения химии антибиотика довольно устойчивая молекула. И термообработка, и фильтрация, там, стерилизация, она не убивает, это удаляет, это антибиотик, это невозможно. На здоровье. На здоровье. Но прежде чем есть антибиотики, давайте разберёмся, что это такое. Итак, антибиотик. В переводе с латыни против жизни. Фактически это бактериологическое оружие. Хотя, когда накануне Второй мировой войны появился первый антибиотик пенициллин, его называли по-другому панацея. И в самом деле, впервые хирурги получили возможность обеззараживать раны пациентов. В итоге, спасены миллионы жизней. А появились антибиотики настолько лет раньше, спасли бы и самого Пушкина, ведь он умер не от пули, а от инфекции, попавшей в живот. Что же случилось с антибиотиками за полвека? История стара как мир. Лекарства в больших количествах становятся ядом. Если бы вот эту курицу накормили пенициллином, я, скажем, пять лет подряд питался такими пенициллиновыми курами, тогда что? Тогда, через пять лет, вас лечить пенициллиновыми антибиотиками, или антибиотик пенициллинового ряда, будет невозможно. А антибиотиков и в самом деле слишком много. Ладно, курицы и свиньи, их кормят антибиотиками, чтобы они не болели. Но откуда у пчёл-то антибиотики? Поскольку антибиотики используются повсеместно и везде, поэтому даже в мёде пчёлы собирают мёд в среде, в окружающей, где они уже присутствуют. А как это? В окружающей среде, да, но экологическая обстановка такова, что там присутствуют какие-то количества антибиотиков. К чему всё это приводит, вы уже слышали. Старые антибиотики перестают действовать. У людей появляется резистентность, запомните это слово. В ответ наука изобретает антибиотик посильнее. Но и болезнь крепчает. И в этой гонке вооружению наших врагов уже есть смертельное оружие. Вспомните хотя бы те же внутрибольничные инфекции. Как антибиотики разрушают наш иммунитет? Осложнения могут возникать у десятков тысяч. И почему им нельзя мучить грипп? Антибиотики не владеют на вирусы. Как аптечные сети заставляют нас платить в три дорога? Дешёвых группов препаратов не было вообще. И почему запрещенные за границей лекарства свободно продаются в российских аптеках? Сознательно гробятся люди. Иван Александрович, как вы себя чувствуете после этой трапезы? Замечательно. Как вы думаете, много мы тогда антибиотика с вами съели? Ну, надо, конечно, провести анализ. Я думаю, немного. У нас в студии заслуженная артистка Наталья Крачковская. Говорят, у вас есть своя история связанная с антибиотиками. У меня своя история печальная довольно. Я как-то приболела. Это было довольно давно. И мне прописали обычный пенициллин. И мне его стали колоть. Что со мной было? Во-первых, я сделала вся красного цвета. Разбулся я как шар. И чесалась я это что-то невероятное. И потом пришел врач и сказал, что у вас реакция на пенициллин вам нельзя. Это вам противопоказано. А кожные пробы вам вот почесать вот здесь? Не надо мне показывать. Я сейчас вспоминаю, мне жутко делается. Перед тем проколоть пенициллин. Посмотрев на этот стол, и когда я увидела все это, я поняла, что похудеть можно. Можно похудеть. Вот это ничего нельзя есть. Теперь, когда я не прописал антибиотик, я его не покупаю. Я не пью и я не могу. Вы меня простите, но я панически этого боюсь. Актриса Любовь Руденко. А у меня история совсем другая. Когда-то в театре Маяковского, в котором я работаю, было на выпуске спектакля, накануне премьеры, одна актриса заболела. И она подошла ко мне и говорит, слушай, ты знаешь, я чувствую, заболеваю. И вот я слышала, ты говорила, какое-то лекарство очень хорошее. Чтобы вот у меня, я чувствую, кашель начинается, чтобы не бронхита, ничего кашля не было. Завтра большая роль, мне много текста говорить, боюсь закашляться на сцене. Какой? Я говорю, ну, бисептол, хорошее вроде лекарство, бисептол. Давай две таблетки утром, днём и вечером. Она приходит на следующий день, играет в спектакль, почти здорово. Говорит, Любаня, спасибо, гениальное лекарство. Баралгин, мне так помогло. Это эффект плацебо. Она просто поверила, что он ей поможет. Может, действительно, всем перейти на простые, вкусные какие-нибудь витаминчики. У меня вопрос к медицинскому сообществу. Объясните, почему в большинстве стран мира антибиотики продают только по рецептам? И у нас в России, как всегда, можно дать подружке совет про бисептол. Алексей, абсолютно правомерный вопрос. Вот сейчас мы кустаратной думе этим и занимаемся, чтобы действительно многие лекарства, тем более антибиотики, могли в аптеке получить только по рецепту. Вы попробуйте на Западе купить какое-нибудь лекарство. Кроме, я так немножко утрим, на перкиси водорода и йода вы ничего не купите. Всё остальное даётся по рецепту. И вам фармацевт в аптеке на Западе вряд ли посоветует, как лечить грипп, как лечить ОРЗ и так далее. Нужно обязательно идти к врачу. У нас же наши аптеки-фармацевты, они советуют всё, дают всё и рекомендуют сами, как хотят. Уважаемые россияне, никогда не пейте антибиотики без назначения врача. Приятно видеть, что врачи озабочены, но положа руку на сердце, тогда объясните такую вещь. Вот я на примере своей семьи знаю, что ни случится, хоть сопли, хоть кашель, тут же прописывают антибиотик. Вот к чему это приводит. Итак, мы выяснили, что пусть и немного, но стабильно антибиотики поедаем. В чём опасность, мы ещё разберёмся. А пока вопрос, не накапливаются ли они в нас. Почему во второй половине 20 века молодёжь стала гораздо выше и так далее. Одно из объяснений, что, в общем-то, животных подкармливают чуть-чуть гормонами роста, они потом попадают в человек, и вот наши сейчас дети, они гораздо выше нас. Я не говорю, что это точно. Может и не точно, но ведь не просто так бывший профессор НИИ антибиотиков привёл этот пример. У учёных есть ощущение, что антибиотики тоже не проходят бесследно. Попробуем доказать это на себе. Нам дано 8 сотрудников НТВ. Все как один крепкие, молодые и здоровые. По крайней мере, так мы о себе думали до начала эксперимента. Каждому из нас лаборант залез в рот. Это называется взять мазок. Теперь на конце ватной палочки наша флора, то есть бактерии. Вообще-то они есть у нас везде. Во рту, в носу, под мышками, между ног, в кишечнике. Но мы проверяем только рот. Точнее, ЗЕВ. Задача понять, кто в ЗЕВе живёт. И что сделают эти бактерии с нами в случае войны против организма. Рассмотрим на примере холодной войны. Если вы переохладились на улице или просто замёрзли, а потом ещё и температура, что мы про себя говорим? Простудились? То есть наш организм сдался. Но кому? И вот тут важно понимать. У медиков диагноза простуда нет. У оставленного на холоде организма два врага. Вирусы или бактерии. Вирус маленький. Бактерия большая. Вирус, значит, ваш диагноз, скажем, грипп или ОРВИ. Бактерии, значит, у вас может развиться, к примеру, пневмония или ангина. Вирус вы никогда не подхватите в идеально чистом лесу. Его здесь просто нет. Вирус обитает, как правило, в городе. Бактерии, наоборот, они живут вместе с нами. Просто на морозе наш организм становится слабее. И бактерии этим пользуются. И вот теперь дома в тепле вы, конечно, можете открыть справочники и детально во всём разобраться. Пока для нас важно понимать, вирусы лечатся противовирусными препаратами, а бактерии антибактериальными, то есть антибиотиками. Аксиома для врачей – это едва ли не сенсация для больных. Запомните, грипп не лечится антибиотиками по определению. Действительно, антибиотики, они не действуют на вирусы. Итак, сам грипп не лечится антибиотиками, но мы-то знаем по опыту. Что не случилось? Кашли, сопли нагрелся выше 38. Врач, как правило, выпишет антибиотик. Люди, которые погибли от этого гриппа, они ведь погибли не от самого гриппа, а от его осложнений. И эти осложнения часто бывают бактериальными. Выходит, вирус может нарушить бактериальные равновесия, и чтобы этого не произошло, врачу проще перестраховаться. Если заболевают вирусными инфекциями миллионы людей, да, то осложнения могут возникать, ну, у десятков тысяч, к примеру. И поэтому антибиотики не нужно применять миллионам людей, а нужно применять те там, где это действительно обосновано. И теперь вопрос, а часто ли нам необоснованно прописывают антибиотики? В каждом втором случае применение антибиотиков необоснованно. Если мы их едим постоянно, а пьём для лечения в половине случаев без смысла, к чему это приводит? Вернёмся к нашему эксперименту. И сначала познакомимся с жителями восьми НТВ-шных ртов. В общем, человек. У семи пневмокок, среда кукурс пневмонии. Вот так живёшь, и вдруг тебе говорят, всё окей, старик, во рту пневмококе. Хорошая новость для просто так проверившихся. Но медики успокаивают. Пневмококе живут чуть ли не у каждого третьего. Но у нас-то почти у всех. Видимо, коллектив тесно общается, работает дружно и обменивается штаммами. Разговор, дыхание, поцелуй, чихание. Впрочем, не надо паники. Продолжаем разговаривать, дышать и целоваться. Ведь на каждый пневмокок найдётся антибиотик. Тут и возникает вопрос, а всем ли молодым и здоровым он поможет? Ничего такого не угрожает, за исключением, где-то был один товарищ. Так, вот номер шестой. У шестого, к сожалению, вот видна резистентность. Видимо, ваш товарищ принимал какие-то антибиотики довольно долго. В результате приобрёл собственную флору, сочью к антибиотикам. В перспективе, если она разобьётся, воспаление лёгких, такая культура, то его будет сложно лечить. В начале программы мы показывали вам карту индивидуальной реакции на антибиотики. Шестому нашему товарищу не помогут три антибиотика. Напротив трёх пунктов компьютер ставит букву «Р». «РРР» – это означает «резистентная». Это значит, что человеку вот эти все антибиотики больше не помогут? Нет, не помогут. Вот оно, страшное влияние прогресса. Ещё 10 лет назад о таких картах никто и не слышал. А сейчас уже сколько их, где напротив каждого пункта стоит «Р». Это значит полная устойчивость. Неужели ни один антибиотик такого больного не спасёт? Поможет только что-то такое? Только «Имепинем». Дорогая штука. Порядок от 5 до 10 тысяч долларов в курсе. Это сейчас. А каков прогноз на будущее? Ведь изобретение новой формулы антибиотика стоит около миллиарда долларов. А старые потихоньку перестают действовать. Да, на нашу жизнь может быть антибиотиков и хватит. Но, допустим, нашим внукам, при том развитии, которое сейчас имеется в отношении возникновения резистентной флоры, я боюсь, что наши возможности закончатся в ближайшие 10-15 лет. Поэтому простой вопрос инфекционистам. А сами они антибиотики пьют? И когда? Всё, что до 37,5 включительно и ниже, это нормальная температура. Антибиотики я бы рекомендовал, нужно означать тогда, когда температура уйдёт за 38 точно совершенно. Сколько раз, когда нам выписывали рецепт на те же антибиотики, мы жаловались на неразборчивый почерк врача. А ведь рецепты пишутся на латыни. Вот, пожалуйста, ничего не понятно. Но с недавних пор в дополнение к основному рецепту дают ещё один листочек. Без печати и не на бланке, зато понятно и по-русски. И, как правило, с уже вписанным названием какого-нибудь раскрученного лекарства. Это один из приёмов, как заставить нас купить то, что нужно. Типичный пример аптеки. Раньше тихое, спокойное место, маленький храм медицины. Теперь здесь всё как в супермаркете. Мерчендайзинг, золотые полки, накрутки, откаты. А ведь в аптеку мы привыкли ходить совсем с другим настроем. Мы идём за профессиональным, честным и, главное, бескорыстным советом. Этот эксперимент пациенты победнее не раз проводили сами. Люди побогаче наверняка провели бы. Да времени нет. У нас же есть и время, и деньги. Итак, мы запускаем своих людей по аптекам. Это будет контрольная закупка и два контрольных вопроса, которые наши покупатели, как тайные, так и явные, будут задавать фармацевтам в аптеке. Итак, внимание, контрольная закупка. Ну что, пошли. И первый контрольный вопрос. Что у вас есть от аллергии? От аллергии у вас что-нибудь есть? Второй контрольный вопрос. Что у вас есть от кашля? А от кашля что вы сказали у вас есть? Правильные ответы через минуту. А пока познакомьтесь с нашим снатоком аптечного закулисья. Ирина Булыгина до недавнего времени руководила госпредприятием Мособалфармацея. Фактически главный аптечный чиновник Подмосковья, она много лет наблюдала, как в тени Красного Креста рос и мужал в золотой телец. Конечно, это бизнес. Но, опять же, мы говорим о том, что аптека – это социально ответственный бизнес. И вот когда я училась, и нас учили, да, и когда мы давали клятву Гиппократу, никогда в жизни во главу угла прибыль и деньги не ставились. Клятву и сейчас никто не отменял. Мы обошли с Булыгиной 10 аптек, а социальной ответственности не встретили ни разу. Приходя в аптеку, любой формы собственности – аптека, аптечный пункт, крупная, мелкая, средняя – нам везде предлагали на вопрос препарат от кашля и антигистамины самые дорогие препараты. Итак, вернёмся к первому вопросу. Что у нас там от аллергии? Ну, например, препараты от аллергии везде нам предлагали сначала Эриус. 442 рубля. 442 рубля за 7 таблеток – это ещё ничего. Кое-где цена пачки доходила до 650. Да, это очень хороший препарат, новое поколение. Он хорошо помогает. Но нельзя сказать, что препарат, вот наш отечественный препарат диазолин, который стоит 28 рублей, что он не помогает. А ведь ещё есть кетатифен за 8 рублей, и аптека обязана иметь его наравне с дорогими препаратами. Но провизорам такая дешёвка не иначе, как глаза мозолит. Вот и прячут куда подальше. Есть люди, которым препарат помогает только этот. И когда его не было вообще на полке, и нам говорили о том, что он просто непрезентабельно выглядит, вот видите, какая упаковка. Но я считаю, что это тоже неправильно. Вопрос, а что есть от кашля, провизоры и вовсе провалили, едва успев открыть рот. Если грамотный провизор, он вас спросит, кашель сухой или мокрый? От типа кашля зависят и типы, название и стоимость препарата. Хотя зачем? Ведь больной клиент за ценой не постоит. От кашля, как правило, нам предлагали, начинали предлагать сиропы. Вот, например, лазалван 271 рубль. Опять же, цена могла доходить до 250 рублей. Хотя есть препараты. Наш, отечественный. Очень хороший препарат. Мы полтим. Стоит 30 рублей. Очень хорошо помогает детям. Отчасти аптекарей понять можно. Закон ограничивает им на оценку на жизненно важные лекарства. Скажем, в Подмосковье это 25%. Пример. Перекись водорода в аптеку приходит за 3 рубля. Значит, продать её можно максимум за 3,75. Конечно, аптеке выгоднее убедить покупателя купить другой дорогой антисептик. Скажем, гексикон за 136 рублей. Лечебный эффект будет тот же, а прибыль в 300 раз больше. Так растут цены, а с прилавка исчезают дешёвые лекарства. Их место занимают дорогие зубные пасты, щётки, презервативы и сосалки. То есть всё то, что к медицине имеет отношение, касательное. Зато накрутка не ограничена. А ведь если продукт продаётся в аптеке, мы привыкли думать, он нас вылечит. Хотя леденцы от боли горла всего лишь снимут симптомы. И вот теперь, когда вам всё понятно, взгляните на аптеку другими глазами. Сначала уберём с прилавка салфетки от геморроя. Да и вообще всю косметевтику. Теперь подвинем минеральную воду, чаи, памперсы, пелёнки, прокладки. Уберём презервативы, зубную пасту, щётки, жвачки. Бады вообще все долой. Вот прилавок и опустил. Конечно, в изобилии ненужного нет ничего плохого. Огорчает другое. На этих полках всё меньше места для рецептурных, да и просто для дешёвых лекарств. Были аптеки в одной очень популярной аптечной сети в Москве, которой вот этой дешёвой группы препаратов не было вообще. А если и есть подешевле, то аптеки, как мы уже выяснили, находят способ накрутить на них сполна. Сколько именно, минувшей осенью следствие на эту тему лично провела министр здравоохранения. Татьяна Голикова интересовалась, почему цены на лекарства растут в аптеках, если у производителя они не меняются. В итоге с помощью прокуратуры руководство Минздрава досчиталось до истинных цифр накруток. Не 20-30, а случалось и 200-300% прибыли с одной упаковки так нужного кому-то лекарства. К сожалению, участники той проверки к нам в студию не пришли, но про эту проверку уже легенды ходят. У нас в студии представитель Федеральной антимонопольной службы. Тимофей Витальевич, вам слово. Мы, конечно, видели, что накрутки в ряде аптечных учреждений по всей стране, собственно говоря, они были больше, нежели разрешенные накрутки соответствующими решениями субъектовых органов власти. Эти надбавки в зависимости от субъекта могут составлять от 25 до 100%. То есть, правильно я понимаю, например, йод в Подмосковье, накрутка 10%, приходит по рублю, его можно продавать только по рубль 10? Да, значит, еще другая проблема... И поэтому выгоднее купить какой-нибудь идиотоксив, который придет за 100 рублей, и продать его за 110? Второй вопрос, это, собственно говоря, сам по себе ассортимент в аптечной сети. И здесь правильно у вас было показано о том, что фармацевтам, аптекарям невыгодно продавать дешевые лекарственные препараты, поскольку затраты на администрирование этого процесса такие же, а прибыли с этой коробки или упаковки меньше значительно. И сейчас вот у нас принято постановление правительства, которым устанавливается предельная надбавка на лекарственные препараты, которые входят в список жизненно необходимых лекарственных препаратов. И есть риск того, что оно может провоцировать вымывание дешевых лекарственных препаратов в пользу дорогих. Ну а сейчас не происходит вымывание дешевых препаратов? Сейчас, если они на дешевые лекарственные препараты завышают надбавку, то они могут лишиться, собственно говоря, лицензии на осуществление этой деятельности. И поэтому многие из аптек предпочитают не связываться вообще с дешевым лекарственным препаратом. Вот процетамол, да, он, это вообще одно из самых дешевых в производстве лекарственных тестов. Есть варианты процетамола, которые стоят 300 рублей. Вот, скажите, пожалуйста, вот аптека, в которую приходит инспектор. Он что говорит? А вот у вас процетамол есть там 15 видов, там от 3 копеек до 300 рублей. И если нет, это вот 3 копеечного. Чего будет с этим хозяином аптеки? Павел, этот вопрос у нас есть в студии представители Ассоциации аптечных сетей. Вы что ответите людям из ФАС? Дело все в том, что мы сегодня все свели, весь вопрос доступности лекарственных препаратов свели только исключительно к цене. Тогда как наше поднаселение хочет получить эффективность от того лечения, в котором оно действительно нуждается. И здесь бы я поставила вопрос так, что цена и эффективность, они должны быть в балансе. Вот сбалансировать между собой, конечно же. Что скажет героиня сюжета, Ирина Петровна? Вы знаете, цена-качество, давайте как бы немножко с другой стороны подойдем. У нас ухудшается лекарственная помощь населению. Почему-то все об этом молчат и закрывают на это глаза. У нас существует частный сектор, это коммерческие аптеки, их очень много. И очень небольшой кусочек сейчас остается муниципальные или государственные аптеки, которые занимаются видами деятельности, которые необходимы населению лекарственной помощи, но с точки зрения бизнеса, который не приносит доход. Вот, например, рецептурно-производственные отделы. Совокупная убыток 50%. Если это не нужно населению, тогда давайте не будем выписывать эти прописи. Вот фактически, взять большую часть аптек. Ведь еще не осталось таких практически аптек, где делают, ну вот как раньше, болтушки, да? Почему? Потому что это убыток приносит, это содержание огромного комплекса, ассистентской, моечной, подготовка воды, персонал. Вот сейчас возникает какая-то страшная совершенно ситуация, вот то, что мы сейчас слышим. Мы говорим о технических каких-то коммерческих делах, наценке, наценке. Я слышу только одно, что получается жуткая цепочка. Человек, который не обладает большим количеством материальных средств, денег, да, он просто, он обречен на смерть, потому что он, придя в аптеку, а если он живет в том городе или в районе, где нет нормальной государственной аптеки, в которой есть вот эти дешевые, но эффективные средства, он просто никогда в жизни не выздоровеет. Получается, что кто этим руководит процессом, если это зависит от Минздрава, то нужно, наверное, сейчас просто прокричать всем, спасите нас, наше здоровье, наши организмы. Мы вымрем, в конце концов, все! Я сейчас бомбу запускаю. Может быть, надо ввести новую дисциплину в школе, чтобы детей образовывались с детства. Как плохо болеть, и что надо делать, и как жить, и как надо вести, какой образ жизни, чтобы не заболеть раз. Чтобы родители темные, тему тараканные родители, этих детей тоже образовывались. Мы ничего не знаем, мы живем в темноте. Вот митингом цену не понизишь, понимаете, в чем дело? Вот это главное, надо понимать. Потому что, к сожалению, простите, ради бога, я очень много здесь слушала, я только актриса, я не медик, я ничего не понимаю. Но у меня такое ощущение, что сознательно гробятся люди. Я не могу купить лекарства за такую цену, и здесь сидящие тоже не могут. Зачем вы их привезли в страну? Зачем же лежат они на прилавке? Почему нет такого лекарства, которое я могла бы в состоянии купить? Я пенсионерка. Ну зачем же вы меня сознательно гробите, мои дорогие? Нет дешевых препаратов, зато есть бесплатные советы. Итак, внимание, снова контрольная закупка. Но на этот раз сразу 10 покупателей разного пола, возраста и достатка. И всего одна аптека. Вопрос все тот же, сакраментальный. А что у вас есть от кашля? Если бы провизор советовал купить просто дорогой препарат, это еще понятно. Но если разным людям в разное время предлагают только один и тот же конкретный дорогой сироп, это наводит на мысль, что совет проплачен. Интересно, признается ли провизор при открытии камеры? Почему вы всем предложили одно и то же? Вы выключили камеру. На каком основании вы нам продаете, даже не отвечаете на вопрос? Я не могу это сделать. Почему вы нам продали? Не имеете права, я не делаю. Своими проблемами я не планирую. Наш эксперимент, переросший в скандал, оказывается обычная практика у производителей лекарств. Смысл данной акции в том, чтобы проверить, как аптеки участвуют в акции, исполняют ли они условия, когда необходимые препараты должны предлагать первым. Нижегородская студентка Полина Усова в свободное от учебы время подрабатывает тайным покупателем. Ходит по аптекам с вопросами типа наших, что есть от кашля, от аллергии, от давления, от сердца. И она уж точно знает, почем бесплатный совет. Нелли Владимировна, вот вы как представитель ассоциации аптечных сетей сталкивались с такой историей, когда совет провизора кем-то уже заранее проплачен. Что касается аптек, входящих в нашу ассоциацию, говоря о проплаченности, обидно мне слышать, я сама провизора, сама начинала работать в аптеке, обидно действительно это слышать. Обидно за то, что наше население испытывает такие проблемы и такую картину видит, когда обращается в аптеки. Вот эта картина объективная реальность? Однако, однако, конечно, любой фармацевт и провизор, это такой же человек. И он испытывает этот постоянный гнёт. Именно аптека сегодня, вот этот моральный натиск за деятельность его фармацевтического рынка от населения испытывает. И поэтому же, глядя на потребителя и видя, если потребитель даже не может купить тот препарат, который он рекомендует по тем или иным объективным для фармацевта причинам, я имею в виду эффективность цена, он предложит аптеке выгодно иметь доступный лекарственный препарат, тот, который может приобрести действительно пенсионер... Нет, здесь другая история. Славился взяточник от старушки, вы хотите сказать, или что? Вот взяточник, провизор, он получает за то, что он из 20 сиропов от кашля, которые одинаково бесполезны, даёт один бесполезный. И вот пришла старушка с клюшкой, и смысл вашей речи в том, что совесть заиграла в этой взяточнице, и она дала ей бухгалтип. Нет, Павел, я с вами не соглашусь, в силу того, что даже тот термин, который употребили по относительному фармацевтическому специалисту, я его и повторять не буду. Вопрос не сжалилось, а вопрос в том, что по различной ценовой доступности аптека стремится всё-таки иметь лекарственные препараты. Да, в тюрьме, это одно и то же. Проблема в том, что, возможно, нет предложения со стороны фармацевта в аптеке, что мы сегодня уже говорили, что наш рынок фармацевтический очень импортнозависим. Это очень, это 70%. Нет, ну, смотрите, у нас сейчас эксперимент же в чём состоял? Вопрос этики бизнеса, какая-то аптека себе это принимает, а какая-то это не принимает. У них там было 10 вариантов дорогих препаратов. Почему из 10 дорогих, один стоит там 400, второй 420, от аллергии всё равно нам дали один и тот же 10 человек, зашедшие в одну аптеку с разницей в 20 минут. То, о чём вы сейчас хотите спросить, почему всё-таки... Ну, мы соль наводят на то, что ему что-то с этого занесли. Да, мы с вами дипломатично как бы недоговорим. Возможно, здесь такое место имеет быть, исключить механизмы те, которые занимаются продвижением. Ну, это скорее исключением такой пример. Я не могу отвечать, не могу отвечать на весь рынок. Это применяется, действительно используется на рынке. В вашей ассоциации, есть стандарты деятельности, которые предусматривали такую антиэтику? Я слышала ваш вопрос. Это действительно вопрос этичности бизнеса. Принимает ли такие механизмы продвижения для себя аптека? Мы не сторонники непосредственно поступления таким образом. Мы сторонники того, чтобы в аптеке действительно были все препараты различной ценовой доступности. Вы знаете, в чём, мне кажется, самая большая проблема? Если бы у продавца, вернее у фармацевта, который работает в аптеке, зарплата прямо пропорционально не зависела от количества проданных дорогостоящих лекарств. А если бы зарплата зависела у этого человека от количества выздоровевших в последствии покупки тех или иных дешёвых или дорогих средств людей, вот если бы от этого зависла зарплата у фармацевта, работающего в аптеке, почему? Он должен лечить пациентов. Нет, он должен помогать, правильно. А не фармацевт. И это второй вопрос о теме анапольной сумки. Может ли аптечный работник продавать лекарственные средства и предлагать дозы, рекомендации при каком-либо заболевании? Тимофей Витальевич, вот конкретный пример. Вот вы подобного рода проверки проводили? В фармкомпании ищут узкие места и выстраивают свою маркетинговую стратегию по продвижению препарата, опираясь на эти узкие места. Сам пациент не в состоянии выбрать себе лекарственный препарат. Он идёт к врачу, врач ему советует. Это первое узкое место. Второе место. Даже если он не пошёл к врачу, а пошёл к фармацевту и спрашивает, что бы мне такого выпить? У нас пока что это разрешено. Ему фармацевт говорит, выпей вот это. Значит, так это второе узкое место. Кто мне платит за такой совет, выпей вот это? По вашему опыту. Ну, значит, платят по-разному. Где-то много, где-то немного, где-то просто отправляют. Препараты, которые стоят рублей 300-400, сколько? Там как бы да, серьёзно платят. Ну сколько? Там может до 30-40% доходить маркетинговая составляющая. Я барменом работал. Нам тоже говорили, приходит клиент, ему сразу самый дорогой коктейль. Так 10% платили только мне. Ну, слушайте, ну это барменом, понимаете? Надо было вам идти в формат фактический бизнес. Всем известно, что лучше всего лекарства действуют, когда вводятся внутривенно. Но мы боимся уколов, да и вообще проще съесть таблетку. Хотя если разобраться действующего вещества в ней, всего-то копейки. Остальное – реклама и маркетинг. Например, анальгиновая субстанция стоит оптом всего 6 долларов за килограмм. Аспирин – 2-3 доллара. Что же такое добавляет лекарства, что таблетка становится золотой? То, что вы видите на экранах – не брак на плёнке, а грязь в пробирке. Это плесень в запаянных ампулах. Представляете, какая катастрофа вообще для врача? Знать, что ты ребёнку в вену вёл вот такую грязь. 8 человек чуть не отдали Богу душу. За то, что был нарушен технологический, элементарный технологический процесс производства этих ампул. В этих грязных ампулах хлорид калия. По сути, раствор соли в воде. Напомню, обычная поваренная соль – хлорид натрия. Фактически то же самое. Казалось бы, чего проще? Взял соль, растворил её в чистой воде и всё. Так нет же, даже в такой простой раствор на заводе занесли грибы. А вот ещё один пример из той же серии – глюконат кальция. Они по определению таким быть не могут. Это не молоко. Но это видно. А как мы должны проверить 8 оставшихся ампул? Доктора не враги. Своим пациентам, как заметили грязь, отказались от опасных ампул. Но до этого, сами того не желая, вкалывали пациентам жидкость с невидимой глазом плесенью. А ведь эти растворы сами врачи не выбирали. Они были навязаны программой госзакупок, как самые дешёвые. После этого каждый ещё лечился. По две недели от этих осложнений. И получал он уже настоящие, дорогие иностранные лекарства. А вот это вот, 20 копеек, которые мы очень сильно экономили. Вот мы сэкономили 20 копеек, но потратили там тысяч по 10 долларов на каждого. И главное, всё это происходит не в глухой провинциальной больнице. Центр детской гематологии – один из крупнейших в стране. Сюда премьер приезжает. Мы, конечно же, не против отечественных препаратов, совершенно не против. Мы за то, чтобы лечить препаратами качественными. Чтобы было понятно, что такое плохое качество, ребёнок его чувствует всем телом. А здесь и часто сравнят это с электрическим стулом. Но если бы вы видели ребёнка во время инфузиум в Трицинобе, который иногда просто подпрыгивает на кровати из-за выраженной лихорадки и озноба. Абсолютно тот же препарат, то же вещество импортного производства лишён этих побочных эффектов. И ведь сколько таких примеров. К инфекционистам пришёл антибиотик, который не растворяется. К анестезиологам, обезболивающие, которые не действуют. Импортный нужно ввести один или то, наш нужно ввести четыре или пять. А это всё я. Мы сравниваем препараты, где в основе одно и то же действующее вещество, с одной химической формулой. Для того, чтобы эти препараты, выпущенные в разных частях мира, действовали одинаково, был изобретён стандарт GMP. Good medical practice. То есть хорошая медицинская практика. Попробуем объяснить, что это такое. Когда вы попадаете на предприятие, которое имеет стандарт GMP, бросаются в глаза абсолютно скользкие полы и скруглённые углы. Это делается для того, чтобы не накапливалось грязь. За этой дверью герметичный тамбур-шлюз. С этого момента здесь, как на подводной лодке, в каждом помещении контролируется давление. Вот смотрите, дверь открываем, давление упало. Для чего это делается? Чтобы все микробы летели не на производство, а в обратную сторону с производства. Видите, даже лёгкий ветерок. Куда ветер дует? На улицу. Дальше мытьё рук, сушка, дезинфекция. Снимаем старый халат, бахилы и шапочку. Снова моем руки. Надеваем новые бахилы, вставляем одну ногу в штанину. И никакой самодеятельности. На каждый шаг есть инструкция. Итак, застегнули молнию и снова дезинфекция. Следующая процедура, прописанная стандартом GMP. Посмотреть в зеркало. Самое главное, чтобы не торчали волосы. А если вы женщина, то необходимо снять все кольца, в том числе обручальные. Исключается также маникюр. Правда, это для работниц предприятия. И никакой косметики. А всё для того, чтобы микрочастицы пудры или помада не попали потом в готовую продукцию. Фактически, современное производство в чём-то напоминает больницу. Каждая стадия производства проходит в отдельном боксе. Вот, например, здесь компоненты будущей таблетки смешивают в единую массу. Дальше их красят, пакуют. Может, это и не нанотехнологии, но впечатляет. Правда, фарм-красавицы. Вопреки запретам, накрашенные и упакованы не хуже таблеток. Впрочем, это наша придирка. Мелочь на фоне общего бардака в отрасли. Под стандарт GMP попадает от силы каждый десятый отечественный завод. Кстати, когда мы готовили этот материал, ни один не GMP-шный завод нас к себе не пустил. Видимо, есть что скрывать. Один из руководителей НИИ антибиотиков, член экспертного совета при Госдуме, сколько раз профессор Василенко разбирался, кому выгодно закупать пустякопеечные, но ненужные лекарства. Его любимый пример – бензилпенициллин. Примерно было закуплено порядка 800 миллионов рублей. Бензилпенициллина, хотя по оценкам врачей, практикующих, его нужно примерно порядок меньше. Выходит, препараты закупили на 800 миллионов, использовали на 80, остатки на сумму 720 миллионов будут уничтожать. И это тоже не бесплатно. То есть, получается, сначала огромные деньги тратятся на то, чтобы его закупить, а потом уничтожить. Кстати, по стандартам GMP, уничтожению подлежат все отечественные ампулы. И вовсе не потому, что там плесень. Очень часто вот такие ампулы бракуются по механическим включениям. Механические включения – это осколки, которые попадают внутрь ампулы при распилке стекла, еще на производстве. Сразу в вену препарат поступает. А если там маленькая частичка стекла, я не знаю, ворсинка какого-нибудь упаковочного материала, может быть, все что угодно. Мировому стандарту соответствует только вот такой, суженный кольцом носик. Она всегда отломается вот по этой шейке. Ее легко мыть. И, как правило, здесь тоже могут браковать по механическим включениям. Но гораздо, на порядок меньше. Просто на порядок. Словно в унисон этой истории еще одна ампула из все той же коллекции гематологов. Здесь не то, что плесень или осколки, тут целые куски стекла плавают. И, увы, это только то, что видно глазом. А сколько всего невидимого в дешевых ампулах и таблетках? И, наверное, поэтому доктора Центра детской гематологии на вопрос, стоит ли перейти с импортных препаратов на отечественные, отвечают отрицанием. Нет, наплевать. И нет, потому что и не применяем. Потому что мы будем применять только препараты, которые, мы знаем, по крайней мере, будут безопасны. Мы не будем использовать это лекарство, потому что здесь есть возможность использовать другие лекарства. А в регионах такой возможности в большинстве случаев нет. Ну, нет у них такой возможности, понимаете, возражать против решения иногда и довольно часто вышестоящих людей, которые на тендерах покупают и вынуждены покупать более дешевые лекарства. И что совсем горько, в этом маленьком медицинском коллективе за импорт голосуют единогласно. Впрочем, это сейчас таблетки делают так, чтобы получить максимум прибыли. А ведь еще сто лет назад все было иначе. Тогда на прилавках лежали такие вещи, за которые сейчас посадят и директора аптеки, и продавца, и покупателя. Вот, например, 1898 год. Фирма Байер поставляет средства от кашля – героин. А это кокаин в виде капель от насморка продавался в аптеках до 20-х годов прошлого века. Еще один пример – опиумная настойка, фактически опиум, снят с производства в Советском Союзе только в 1952 году. Ну, вот пример из сегодняшнего дня. Анальгин запрещен в 75 странах мира. Так знаем ли мы те препараты, которые пьем? Руководство Саяна-Шушенская ГЭС сегодня активно успокаивало жизнь. Когда в Москве взорвали дом, когда на Камчатке люди попали в авиакатастрофу, или когда чернобыльцы вынуждены были начать голодовку. Эти кадры из новостного архива НТВ. Так уж вышло, что в трудную минуту такие лекарства сами попадают в кадр. Препараты из домашней аптечки, которые, если не вы, то ваши родители наверняка принимали от сердца. Волокордин, волосердин или кроволол – такие доступные и привычные в России. Почти все они запрещены на Западе. Если и продаются, то только по рецепту. Причина в составе фенобарбитал. Фенобарбитал относится к слабым наркотикам, и он запрещен во всем мире для продажи. Поэтому, если вы начинаете продавать, а эти препараты известны, что продаются, например, на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, то это абсолютно противозаконно и уголовно наказуемое деяние в Америке. Но хранением наркотиков обвинение не удовлетворилось. Профессор Воробьёв упрекнул кровололы волокордин в бездействии. От сердца эти препараты не помогают абсолютно. Потом обидел всех нас, потенциальных больных. Большинство людей принимает эти слабые наркотики. Значит, мы страна наркоманов. И, как обычно, больше всего досталось наименее защищённым слоям населения. Наши бабушки и дедушки, принимающие каждый день эти препараты, являются наркоманами. К валидолу хотя бы нет вопросов? К валидолу нет вопросов. Он не работает, но и не опасен. Итак, первые итоги. Валидол не действует, волокордин – наркотик, а наши пенсионеры – наркоманы. Такие заявления вполне в духе городских сумасшедших. Но Павел Воробьёв – профессор, один из руководителей формулярного комитета Академии медицинских наук. Наконец, он сын академика Андрея Воробьёва, легендарного доктора, который был допущен к лечению первых лиц государства, от Андропова до Ельцина. Кстати, именно отец академик научил сына не заливать сердечную боль, чем попало. Значит, ни валидол, ни корвалол, ни волокордин – принимать не надо. Жёстко. Бред. Полный бред. И как его могут выпускать, такого товарища, делать рекламу? У пенсионерки Нины Ивановны 30-летний стаж сердечных выливаний. Ей кажется, кто это без грамоты совсем, товарищ. Профессорские обвинения её возмущают? Провокатор. И даже оскорбляют? Мы, пожилые люди, всю жизнь сидели на волокордине, на корвалоле. Это наше основное лекарство. Итак, пить или не пить? Когда в Центре социального обслуживания появилось объявление о лекции по профилактике сердечных заболеваний, Нина Ивановна решила собрать группу поддержки волокордина. Как не уговаривали молодёжь, в бой пошли одни старики. Мероприятие обещает быть шумным, и для храбрости не грех пропустить по 20 капель. Это что, пить? Ну вот, препарат и подействовал. Подскочишь. А вот как хорошо. Фармацевт с 26-летним стажем Ирина Булыгина в споре про волокордин на стороне пенсионеров. Она и сама употребляет. Он может служить лёгким снотворным средством. Я вот сама пользуюсь, мне очень нравится. И другим советует. Это не наркотическое вещество, его дозировка в этих препаратах настолько мала, и извлечь её абсолютно невозможно. Зато категорически выступает против другой головной боли отечественной фарминдустрии, препарата от головной боли анальгина. Анальгин, международное непопинтованное название, это метамизол натрий, действительно был запрещен в Европе, где-то, наверное, во второй половине 70-х годов. Созданный в Германии накануне войны, анальгин быстро оценили в войсках как болеутоляющие. Потом препарат попал на гражданку, стал покорять мир. Походу раскрывались все новые его лечебные таланты. И теперь анальгином чего только не лечат. Растут анальгин, голова болит анальгин, менструация анальгин. Всё анальгин, всё лечится анальгином. Впрочем, всё лечится только у нас. Врачи на Западе с этим препаратом давно не работают. Я работала с французами и бельгийцами. И у них вообще, когда говорили слово анальгин, ну, то есть метамизол натрия, у них был просто, кто занимался фармакологией, был панический ужас. Они не понимали, как мы до сих пор используем этот препарат. Первыми ещё 40 лет назад препарат запретили шведы. Дальше анальгину сказали нет. В США, Канаде, Австралии, Японии, Великобритании и ещё около 70 стран. В экстренных случаях или по рецептам анальгин выпишут, например, в Германии, Италии, Кувете, Судане, Бельгии. И только у нас он в свободной продаже. От него развивается такое грозное осложнение, как агранулоцитоз. В принципе, агранулоцитоз – это аллергическая реакция на препарат. Арсюша, Арсюша, ну, это маленькая девочка такая. Агранулоцитоз у годовалой Арсения обнаружили полгода назад. Одни говорили, ну, вам просто не повезло, чуть ли у вас ребёнок там не будет овощем. Понимаете, вот. Другие говорили, что, ну, вот, посмотрите, она что у вас слепая. Я говорю, ну, как она слепая? Если говорить просто, агранулоцитоз – это проблемы с кровью. Для больного такой диагноз превращается в ежедневную борьбу за жизнь. Постоянно какие-то обострения, дерматиты, какие-то вот конъюнктивиты, это просто конъюнктивиты постоянные. Риниты. Маленькой Арсении редкая болезнь досталась по наследству, но природа награждает агранулоцитозом и взрослых. Полвека назад врачи в Европе стали замечать, что чаще других он возникает у тех, кто пьёт анальгин. С этого и начались запреты. Если доказано в мире, что препарат обладает такой эффективностью, скажем, нетрапевтической, конечно, с моей точки зрения, его надо было запрещать. Профессор Воробьёв, наоборот, за анальгин заступается. Уверяет, что его просто оклеветали. Это была абсолютно война финансовая. Появился новый препарат. И производитель этого нового препарата, парацетамол, стал вытеснять анальгин из той ниши, которую он занимал, используя испуг от того, что на анальгин развивается агранулоцитоз. И действительно, агранулоцитоз – это аллергическая реакция на лекарства вообще. Её может вызвать не только анальгин, но и целый список других препаратов. Просто никакой другой препарат так часто не применяется. И вот на этом была построена маркетинговая атака. Итак, если вы верите в теорию заговоров и доверяете сыну генсековского врача, не волнуйтесь, как пили анальгин, так и пейте, пока его не запретили. Если ваши симпатии на стороне системы здравоохранения, по крайней мере, в 70 стран мира, лучше откажитесь от анальгина. Плох анальгин или хорош, но всё-таки он действует. А ведь у нас продаются препараты, эффект которых сомнителен. Уж кто, как не директор сети аптек, знает про это? Вот препарат Квинтон. Препарат очень старый, очень известный. Используется уже больше 40 лет. И последние, наверное, лет 15 на Западе, после проведённой вновь клиники, было высказано, что это препарат с недоказанной терапевтической эффективностью. Эффективность недоказана, а мы проглатываем. Почему? Может, потому что склонны к самоубеждению? В этой пробирке обычный чай, который я сейчас перелью в стаканчики, досыплю туда немножко соли. Это называется эффект плацебо. Солёный чай доктор Данишевский будет выдавать за серьёзный и совсем не дешёвый препарат. Пытаюсь убедить людей, сидящих в зале, что это секретное лекарство, разработанное Министерством обороны СССР, с которого недавно сняли гриф секретности. Таких стаканов доктор развёл 40 штук. Теперь планирует развести зал. Тут уникальный препарат, получил он название «Ицебо». Этот препарат является экстрактом вещества, которое содержится в достаточно большой концентрации в роге африканского носорога. Основное действие лекарства – увеличение работоспособности и мозговой активности. Сначала по залу прокатились голоса недоверия. Покажите какой-то документ. Но доктор гнул свою линию. Сосорог вообще уникальное животное. У них очень большая продолжительность жизни. В итоге, кривясь и морщисть, подопытные пьют до дна часть солью. Вкус, вы знаете, оно напоминает, по-моему, шиповник. Из рогов банта. Что-то такое. Я, во-первых, мысли личные. Для проверки действия испытуемым раздают анкеты. Работоспособность надо оценить в баллах до и после приёма, а потом разгадать кроссворд. У меня подъём пошёл. В голове туман проходит. Такой ясный смысл появляется. Как ни странно, те, кто больше всего возмущался вначале, ярче других оценили прилив сил. Доверять надо человеку, который проводил этот эксперимент много лет. Позже, подводя итоги, выяснилось, что прилив сил ощутили 32 из 40 подопытных. Друзья, я должен перед вами извиниться и покаяться. Потому что, естественно, что ни в первом, ни во втором, что вы выпили, никакого действующего вещества с доказанным эффектом не было. Зачем я это сделал? Если человек в белом халате, со статаскопом, носа и с бородой в очках, будет вам говорить, что препарат действует, то примерно от 70 до 90 процентов, в зависимости от моей убедительности сегодня, ощутят прилив сил. Может, также доверяют и валидолу. Кстати, в отличие от волокардина, наркотика в нём нет, только мятная свежесть. Знаете, мы ведь можем подействовать как? Мы можем полностью мозги выключить у человека, да, ему будет хорошо. Но болезнь при этом будет развиваться. Медицина рассчитана на то, чтобы болезнь лечить. То есть в этом смысле валидол и настойка боярышника абсолютно... Да, так же, как и волокардин и корвалол. Выходит, вместо того, чтобы пожаловаться на больное сердце врачу, мы просто заглушаем боль наркотиками. Ну, вот он после фенобарбитала поспит. Он поспит. Но инфаркт на карте при этом будет прогрессировать, он разовьётся, и человек станет инвалидом. Вот цена вопроса. Если всё так, то почему в инструкциях пишут, когда на сердце тяжести холодно в груди, положите под язык таблеточку валидола? Наша страна рекордсмен по смертям от сердечно-сосудистой системы. Рекордсмены мы в частности, потому что нигде в мире таких препаратов не используем. Первый препарат, который необходим при болях в сердце, если это реальная станокардия, нитроглицерин. Но даже в таблетках нитроглицерин у нас не слишком-то популярен. Когда на лекции в Центре соцобслуживания задали вопрос, кто пьёт этот действительно действенный препарат, поднялась только одна рука, в отличие от валидола. Целый зал валидольщиков, и никто не знал, что их любимый препарат просто мятная сосалочка. Точно так же вам поможет и жвачка жевательная, и всё остальное. Понятно? Это просто ментол. И больше, чем освежить полость вхта, он вам ничего не поможет. И благополучно люди со свежим дыханием уходят с этим валидолом на тот свет. По окончанию лекции разгорячённые слушатели занялись самоуспокоением. Кто-то методом медитации, остальные – волокордином. Ведь Минздрав ни о чём плохом не предупреждает, в отличие, скажем, от литовской таможни. У себя в России вы можете есть эти препараты сколько хотите, но по приезду в Литву на границе выкиньте, иначе получите срок захоронения наркотиков. Наркотик в сердечных каплях могут усмотреть также на латвийской, эстонской, финской границах. И, что самое удивительное, тот же принцип у родной российской милиции. А за рулём нельзя. В случае ДТП проведут экспертизу, у вас найдут фенобарбитал, и к вам будут вопросы. А какие вопросы будут? Вопрос, что вы употребляете запрещенный препарат. Это заявление вообще против логики? Ведь употребляли волокордин, разрешённый препарат. Кстати, в инструкции не сказано «за руль не садись». Только обтекаемая фраза «не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием». Но не рекомендуется и запрещено. Это разные вещи. У нас бывали такие случаи. Приходит там мужчина, его остановили, лишили прав, он приходит и начинает здесь стучать кулаком, говорит, что вот я употреблял волокордин, я там расстроился из-за аварии и так далее. А наш анализ показывает только фенобарбитал. Сейчас у нас в студии герой этого сюжета Ирина Булыгина и Павел Воробьёв. Забавная вещь, что по разным препаратам вы имеете абсолютно противоположную точку зрения. Вот сейчас в студии вы можете хотя бы по какому-то из препаратов прийти к общему решению? Ну, во-первых, по волокордину я не сказала, что он снимает сердечную боль и называла его лёгким снотворным. Это правда. Павел Андреевич, Ну, это препарат первого ряда при любых болях в области сердца. Поскольку мы опрашиваем людей, а не обсуждаем теорию, то все граждане страны при болях в сердце принимают эти препараты. Как Вы считаете, много у нас на прилавках вообще вот таких пустых, ненужных препаратов, которые не действуют, по Вашему мнению? Ну, думаю, процентов 30, 40, 50, 60. Какие-то и растутчатые цифры. А никто не считал. Но если в перечне жизненно важных их 10%, в жизненно важном перечне, который утвердили сегодня, да, то что Вы хотите от прилавка? Например, я была в первой городской больнице, и мне случилось плохо. И врач увидел, что мне плохо, она мне в кабинет пригласила, 60 капель волкардина дала мне, и полстакана кипятка, живого кипятка. И у меня через минуту весь приступ прошел. А если бы Вам дали коньячку? А коньячка не было, фасад рукой. Дали его на каждом месте. Татьяна, вот Вы как считаете, вот эти разговоры о том, что запретить там корвалол или продавать его по рецептам, это просто досужие разговоры или всерьез кто-то это обсуждает? Я думаю, что не нужно их запрещать, пусть они продаются в аптеке, но нужно разъяснительную работу среди населения проводить. И действительно, это очень важно, чтобы каждый пациент знал, для чего этот препарат. Я абсолютно согласна с коллегой, у каждого препарата свои есть, так сказать, рекомендации, при каких заболеваниях надо это принимать. Снижение цен придется ждать еще долго, а пока мы обращаемся к великим докторам. А что они принимают, когда заболевают? Итак, врач Брежнева, пульмонолог, лечивший Андропова, целеведущий кардиолог, который участвовал в операции на сердце Ельцина, известный трансплантолог, директор института Склифосовского, оказалось, все как один, они не болеют. Я очень редко болею, бог милостив, мне нет, вот-вот. Во-вторых, все врачи нахваливают в качестве препарата водку. Во всех случаях полезно, да, и как профилактика атеросклероза полезна. Если человек замерз, если человек переохладился, то да, ему давали. Это средство, которое влияет на дыхание, на микроциркуляцию. Впрочем, полезны только первые 50 грамм, как профилактика. Интересует другое, а лечит ли водка от простуды? Для того, чтобы не заболеть, эти 50 грамм, или даже 100 грамм, они никогда не помогут. Должен сказать нашим зрителям, что водка с перцем не помогает. Баня, если ты уже заболел, тоже не помогает. Водка и баня от простуды не помогают. А что тогда? Лук, чеснок или малина? Нет, вы знаете, я не сторонник приема чеснока, лука. Честно говоря, я и лимоном пользуюсь больше. И можно принимать витамин С. Малина, чай, лимон. Впрочем, все это пока нет высокой температуры. А если есть, что тогда? Например, я не стал бы специально сбивать температуру, потому что температурная реакция организма это защитная реакция организма. Лучше применять различные физические методы охлаждения, типа вентилятора, типа там каких-то влажных салфеток. И все-таки, если температура высокая и не сбивается, на какие таблетки переходить и переходить ли вообще? Я даже не помню, даже не могу вам сказать, что у меня была такая высокая температура, но тогда я, честно говоря, пью тарафлю на ночь. Если высокая температура, больше чем 38, надо пить аспирин. Есть такое популярное очень сейчас и рекламируемое лекарство, как парацетамол. Я категорически для себя парацетамол не применяю и своим больным его запрещаю принимать. Парацетамол очень токсически действует на печень. Если это короткий прием парацетамола день-два, я думаю, что в этом нет ничего страшного. Если это длинный прием, то да. Ну и в конце, в общем-то, предсказуемый, но уж больно дружно высказанный совет всех врачей. Все-таки идти к врачу. Эй, что я, идиот, только можешь не принимать лекарства, если ты заболел. Ну а это должен доказать врач. Не дядя какой-то, который по телевизору предлагает пить. Если ты чувствуешь, что ты заболел, иди к врачу. В общем, главный вывод в таблетке, это, конечно, хорошо, но когда есть возможность, лучше обойтись совсем без них. Будьте здоровы! А я, Алексей Егоров, прощаюсь с вами. До встречи на НТВ. Редактор субтитров А.Семкин